Привет, это снова Вадим. Сегодня мы будем ходить. Там будут гриды, бэм, немножко флексов, и главный вообще герой сегодняшнего видео — это гэпы, то есть расстояние между блоками, как мы их делаем. А все остальное просто фон. В общем, небольшая шапочка, псевдодизайн и немножко HTML, в основном CSS, но в общем примерно так. Поехали. Начнем с базовой разметки документа. Те вещи, которые я делаю практически всегда, когда я начинаю верстать новые страницы. Я начинаю прямо со HTML. Класс Page. Дальше PageBody. Это у нас прям корневой элемент. Внутри него будет лежать шапка, и, собственно, шапку мы с вами и будем верстать. Header. Класс Header. В нем положим, ну, псевдологотип. Положим, например, поиск. Положим в какую-нибудь форму логина, и у нас будет вот такая условная шапка с тремя частями. Может быть, потом добавим еще что-нибудь. Сохраняем. Пока ничего не происходит, ну, просто потому что давайте сначала сверстаем разметку, да, а потом будем писать стили. Идем в индекс CSS и начинаем оформлять саму страницу. Page. Page. Вы знаете, я не люблю возиться с лишним, пока это просто демка. В общем, ничего такого, просто шрифт без затейщик. Но опять ничего не видно. Да когда уже будет что-то видно? Скоро-скоро. Терпение. У page.body нам не нужен margin, потому что это дефолтный margin у body. И, наконец-то, header. 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 В прошлом выпуске у меня все спрашивали, ты что, знаешь все эти именованные цвета по умолчанию, вот прям вот помнишь их? Нет, конечно. Я их подсматриваю, а потом, ну, когда я демку делаю заранее, примерно накидываю, как это должно выглядеть, я просто их запоминаю. На самом деле их там штук 140, и запомнить их все абсолютно нереально. Я вот, допустим, запомнил томейто, плам, wheat и еще что-то такое. Ну, то есть такие про еду почему-то. Я их частенько использую для отладки, когда мне нужно написать какой-то быстрый цвет. А тут я просто вот заранее накидал какую-то цветную комбинацию и буду вам ее сейчас показывать. Дадим нашему хедеру какой-нибудь цвет. Например, background color powder blue. Да что ж такое, опять ничего. Ладно, а если padding добавить? Padding 35 на 50. Во, уже что-то появилось. Давайте пойдем к остальным блокам. Что у нас там еще? Лого. Шириной, скажем, 128 пикселей и высотой 64 пикселя. А фон сделаем, background color, например, medium sea green. Вот такой. Во. Это у нас типа логотип. Ну, вы понимаете, дизайн условный. Дальше поле поиска. У него фон, например, background color, pilot violet red. Вот такой. Ну и давайте мы ему хайд зададим какой-нибудь тоже 64 пикселя, чтобы его стало видно. О, хорошо. Ну и форма логина. Здесь, допустим, ширина тоже 128, высота 64 и background color medium purple. Вот. Блочки примерно встали. Оговорюсь, что эта шапка не будет какая-то суперадаптивная. Про адаптивность можно говорить долго отдельно. Сейчас я просто верстаю, как будто она статическая. Ну, естественно, это все можно адаптировать и изменять. Гриды для этого прекрасно подходят. Сейчас я просто буду показывать расположение, как что кладется, как крезинится и так далее. А адаптивность, ну, это отдельная большая тема. Давайте, наконец-то, уже сделаем какую-нибудь сеточку в нашей шапке, чтобы наши блоки прекрасно встали. Display Grid и Grid Template Columns. Здесь мы напишем minContent, 1fr и minContent. То есть что мы сделали? Мы сказали, сколько контента в блоке, это будет такой ширины колонка. Сколько контента в блоке, это будет ширины другая колонка. А у среднего будет все оставшееся место. Ну, в общем, очень простой способ описать. Если будут другие ряды с другими содержимыми колонки, с другим контентом, то этот minContent будет, естественно, меняться. Но пока вот у нас всего лишь три элемента, и они прекрасно укладываются в эту явно описанную сетку. Ну, что-то они стоят плотно. Давайте сделаем, например, columnGap 50 пикселей. Вот. Теперь между ними появилось расстояние. Давайте немного усугубим поле поиска, ну, потому что оно совсем скучное. С логотипом и полем логина ничего делать не будем. Что у нас в поиске? Ну, для начала поиск — это форма, поэтому форм класс search. Я не пишу всякие атрибуты action, метод и прочие, ну, потому что у нас с вами демка. Делать рабочую форму поиска у нас, в общем-то, задачи прямо сейчас нет. Но правильные теги использовать, конечно, хочется. Дальше тут input type text, и это будет класс search input, у которого будет, например, у которого будет, например, placeholder лопата. Можно будет найти лопату. Окей, поле есть. Дальше поиск. button type, submit явный, класс search button, ну и текст найти. Кстати, о тексте. Нам было бы неплохо описать наше поле поиска, потому что сейчас там есть только placeholder. Но подождите, скажете вы, placeholder, в принципе, описывает наше поле поиска. Мы говорим пользователю, что там можно найти слово лопата, например, или товар лопаты на этом магазине, или что-нибудь типа того. Но дело в том, что placeholder — это буквально штука, которая занимает место временно, и она не должна описывать поле. То есть очень часто у нас есть просто поле, в котором написано placeholder, то есть текст, заранее введенный, но который, как только мы кликаем, исчезает. Это классный паттерн, если вы разбираетесь, как работают формы, если вы видите эту форму, если вообще вы супер-профи, или если это единственная форма на странице. Я очень много раз стирал текст в форме, чтобы вспомнить, что же в этом поле нужно было ввести, потому что единственный лейбл был в содержимом форме. А когда я его заполнял, ну, понятное дело, он исчезал. Поэтому, в принципе, это паттерн плохой. Но когда это одно поле поиска, тут, в принципе, все понятно. Нам важно сделать его доступным, то есть объяснить пользователю, что это штука, в которой что-то ищут. И один из способов описать — это добавить лейбл к этому полю. Но вот прям настоящий элемент лейбл мы добавлять сейчас не будем, мы добавим атрибут aria-лейбл, который тоже опишет это поле. Возьмем и напишем aria-лейбл поиск по сайту. Все. Дальше уже можно начать писать CSS. Переходим и начинаем. search-input, search-button и какие-нибудь стили. Ну, наверное, с самого поля поиска мы фон уберем и дадим его, например, нашей кнопке. Да. А полю дадим фон, ну, просто белый. Да, стал не очень. Но сейчас будет все хорошо. Для начала сделаем сетку. Я обожаю делать сетки, поэтому display-grid опять, что ли? Ну да, а что бы нет. Display-grid. Ух ты, как все интересно. Дальше. Grid. Template. Columns. И тут у нас один fr и тот самый min-content. Все то же самое. Один элемент занимает все место, другой элемент занимает столько места, сколько ему нужно из-за контента. Вообще абсолютно гениальные свойства. Точнее вот эти вот обозначения условные. для адаптивности, для адаптации от контента. Вот, ну, просто фантастика. Ну, и давайте сделаем все то же самое, только красиво. Border none. И сюда, и сюда. Font size 20 пикселей тоже в оба места. Ну, и кое-что, что в браузерах периодически выглядит не очень. Это семейство шрифтов, которые у инпутов заданы отдельно. Поэтому мы его отнаследуем, чтобы оно было везде одинаковое. Ну, и паддингов тоже добавим. Паддинг 20 пикселей. И сюда паддинг 20 пикселей. Мне кажется, пришло уже время посмотреть другие браузеры, потому что сейчас мы верстаем в Chrome. А есть еще на этом MacBook есть Safari и Firefox. Давайте посмотрим, как все выглядит там. Открываем и смотрим. В принципе, все неплохо. В Firefox все немножко бледное, но это у него проблемы с цветами MacBook'ными. Долгая история. А у Safari какие-то отступы магические. Давайте посмотрим, что за ерунда. Инспектируем. Компьютед. А, марджины. Видите? У инпутов и у кнопок в Safari есть марджины. Двухпиксельные. Их надо сбросить. Окей. Идем. Сбрасываем. Марджин 0. И тут тоже марджин 0. Все. В Safari теперь так же красиво, как в Firefox, так же красиво, как в Chrome. Теперь, если взять и написать сюда что-нибудь другое, то placeholder заменится. И, в общем, все нормально. Фокус мы не трогаем. Фокус встроенный, браузерный. В принципе, его можно сделать лучше, но и тут неплохо. Ну, пока вообще скучновато. То есть, сверстали шапку, там три колонки, какие-то блоки стоят. Ну, давайте что-нибудь интересное сделаем. Ну, интересное можно, например, порассуждать. Смотрите. У нас шапка. Это блок хеддер. У нас блок лога, блок серч и блок логин. То, как располагаются относительно шапки эти блоки, по бэму, не должно относиться к самим блокам. И да, не относится. То есть, у нас получается, что у нас есть паддинг вокруг всего нашего блока. И он определяет позиционирование. А расстояние между блоками определяется grid gapом. Ну, то есть, просто column gapом, точнее. И выходит, что у нас адекватные независимые блоки. А что бы вы делали, если бы у вас не было гряда сейчас? Если бы у меня сейчас не было гряда? Я бы, скорее всего, взял и сделал что-нибудь типа того. Давайте сходим в хеддер. Представим, что мы как-нибудь по другому сетку сделали. Уберем column gap. Наши блоки слиплись. Теперь нам нужно, по идее, у нашего серча сделать что-то margin-left 50 пикселей и у нашего логина margin-left тоже 50 пикселей. И мы получим примерно то же самое. Но это будет не независимые блоки, это будет не нормальный бэм, это будет какая-то ерунда, потому что у блоков нет универсальности, у них начинают торчать какие-то отступы по блокам. Поэтому в бэме придумали так называемые миксы. Давайте удалим все лишнее и вспомним про миксы. По сути, микс это когда вы берете блок какой-то и миксуете к нему позиционирование, например, частный случай миксов, с помощью элементов родительского блока. Давайте посмотрим. Например, у хеддера есть хеддер лога и есть хеддер серч. И вот в них мы как раз и будем оформлять все. То есть мы идем и говорим у хеддер лога margin-right 50 пикселей, например, ну и у хеддер search тоже margin-right 50 пикселей. И в принципе проблема решается адекватно. Только разметка замусоривается, нужно еще дополнительную идею все это искать. И получается, что вот это миксование, если у нас есть адекватные гэпы в грядах, например, по сути и не нужно. Позиционирование это все еще свойство блока. То есть там есть, конечно, какие-то ограничения из-за того, что, допустим, если нам нужен здесь 20, здесь 30, а там 80, то все гэпом равномерным не решить. Но в принципе можно решить шаблонами. То есть можно написать более сложный шаблон, в котором одним из гэпов будет ячейка этого шаблона. То есть 1fr 50 пикселей, 1fr или mincontent 20 пикселей, 80 пикселей и так далее. То есть имитировать гэпы нужной ширины, например. Вполне себе, но вот когда у нас что-то равномерное, гряды идеально подходят. Поэтому давайте откатим всю эту нашу красоту. Вообще откатим и забудем. У нас с вами здесь гряды, у нас с вами здесь все хорошо. И вот эти вот классы нам здесь тоже не нужны. Но давайте все-таки немножко усложним и еще раз посмотрим на чудесные гэпы. Мы под поиском сделаем набор опций, которые можно искать. Ну, то есть такие suggest'ы или просто подсказочки, что люди ищут, которые могут подсказать людям, типа, они пришли на сайт и что же им искать. Ну, вот что-то подобное мы с вами сверстаем. Там будет чуть-чуть посложнее с грядами и еще кое-что интересное я вам покажу. Сделаем из этого div options и внутри него положим кнопочки button type button это обычные скриптовые кнопочки, поэтому они не должны отправлять форму, например, class options button и какое-нибудь содержимое. Ну, например, книга цветы мяч на этом сайте можно найти книги, цветы, мячи и может быть даже смысл. Кнопочки выстроились сюда, потому что они у нас третий блок и сетка у нас очень простая. Давайте посмотрим еще раз. У нашего хедера простая сетка mincontent, 1fr и mincontent и все блоки, которые идут дальше, пытаются встать раз, два, три, следующий раз, два, три и так далее. Но мы нашему блоку options можем дать кое-что специальное. Он визуально у нас в конце, поэтому мы его здесь и в конце и упомянем. Options. Так, это просто options, а это options button. Сначала оформим кнопки. У кнопок, конечно же, должен фоновый цвет какой-нибудь дурацкий быть, например, still blue, ну и цвет white. Хорошо. Border нам тоже не нужен. Border none. Font size 16 пикселей. Font family inherit. Ну вот, уже лучше. Ну и какой-нибудь padding поприличнее. Padding 10, 15. Да, в общем-то, и все. Ну, кнопки красивые, а когда мы уже поставим наши опции в нужное место? Вот сейчас и поставим. Это делается не на уровне шаблона, не на уровне всего блока, а мы конкретному нашему вот этому блоку options скажем его адрес в этой системе координат, тот адрес, который нас устроит не автоматически, а именно ручной. Давайте сначала посмотрим, как устроена наша сетка. Сходим в Firefox. У него приличнее всего с гридами. И посмотрим на сетку. Включим. Смотрите, у нас это ряд, это еще один ряд, и в каждом ряду три колонки. Раз, два, три, раз, два, три. Мы хотим, чтобы опции стали сюда и сюда, то есть вот в этот прямоугольник. То есть они должны начаться первая линия, вторая линия, третья линия, четвертая линия, то есть они должны начаться на второй линии, закончиться на третьей линии в абсолютной адресации. И сейчас они начинаются на первой линии здесь, горизонтальной, а мы хотим, чтобы они начинались на этой линии. Поэтому не первая линия, а вторая линия, то есть со второй по третью вертикальных линий и со второй горизонтальной линии. Это такая адресация в гридах. Ну так и напишем. grid row в старт 2. Он уже переехал на вторую линию и освободил место логину. А дальше напишем более сокращенное свойство. Grid, колум, и еще раз посмотрим. Начаться здесь, кончиться здесь. Начнется со второй линии, а закончится на минус второй линии. Что это вообще значит? Первая линия, вторая линия, третья линия, четвертая линия. Или иначе. Первая линия, вторая линия, минус первая линия, минус вторая линия. То есть с конца, каким бы он ни был, можно отрицательную адресацию вводить, если мы хотим оттолкнуться от конца. Здесь может быть 100 миллионов линий, но минус 1 будет самое последнее, минус 2 предпоследнее и так далее. Ну, все плюс-минус прилично, надо только добавить небольшой отступ в нашу шапочку на уровне шаблона. Опять же, row gap, ну, допустим, 25 пикселей. А теперь давайте попробуем сделать посимпатичнее сами кнопочки поиска. Мы, в принципе, их оформили, было бы классно их, наверное, растянуть на всю ширину, или не классно, я не знаю, я не дизайнер, я только, у меня только амбиции дизайнерские. А тут, ну, кажется, что было бы интереснее, если бы они были растянуты на всю ширину. Давайте, по крайней мере, попробуем так сделать. Идем к нашим опциям. И кроме адресации гридовой, внутри самой опции делаем дисплей грид тоже. Хоба. Да, гриды по умолчанию выпрямляют блоки, как будто это просто набор дивов. Раз, два, три, четыре, шесть. И это, наверное, должно вам подсказать, для чего использовать гриды удобнее для блоков, которые вот так вот выстраиваются друг за другом. То есть, скорее, для сеточных блоков, не знаю. На самом деле, направление того, как гриды встают, можно очень легко поменять. Мы просто сейчас возьмем и поменяем. Grid Auto Flow Column Раз и выстроились в линию. Все, уже нет никаких кирпичей, просто прекрасно все. Ну и Column Gap 20 пикселей. Еще раз хочу сфокусировать ваше внимание. Что такое Gap? Ну, кроме того, что это прекрасное свойство, которое сейчас есть у нас в грядах. И откуда-то оно еще. Были еще мультиколонки. Помните такие? Там тоже есть свойство Gap, и с помощью него можно управлять расстоянием между колонками. Так вот, это свойство Gap появилось еще и во флексах недавно. Не просто так его переименовали из grid Gap в обычный Gap. И сейчас мы с вами попробуем кое-что. Вообще, жирновато для простых блоков резиновых в ширину целых две строчки. Можно как-то по-другому, может быть, сделать. Смотрите, давайте попробуем сделать их на флексах. Удаляем все это. Блоки снова стоят рядом. Display Flex. Окей. Отступы между ними убрались. Во флексе нет отступов у инлайновых элементов. Там вообще инлайновых элементов особо нет. И чтобы они растянулись, мы каждой кнопочке дадим Flex Grow 1. Вот. Теперь мы добились примерно того же самого эффекта, что в гридах. А что теперь нам нужно сделать, чтобы у нас были отступы у кнопочки? Ну, что-нибудь типа Margin Left 20 пикселей, да? Ну, теперь Margin и слева здесь такой же. Не очень удобно. Можно сделать что-то типа Options Button плюс Options Button Margin Left 20 пикселей. То есть у кнопки, у которой есть такая же кнопка перед ней, только у нее будет отступ слева. То есть у этой есть, у этой есть, у этой есть, а у этой нет, поэтому у нее отступа слева нет. Можно это сделать тоже свойствами блока примерно так. Смотрите. Options любой блок с любым блоком рядом и вот у этого, который становится целью нашего селектора, будет отступ слева 20 пикселей. В общем, мы пытаемся имитировать гэпы, потому что в чем беда? Давайте просто оставим флексы и напишем у родителя Column Gap 20 пикселей. Не работает. Хотя подождите. Работает. Дело в том, что в Firefox уже прямо сейчас свойства Gap прекрасно работают во флексах. И вот в этот момент, мне кажется, вот все сложилось, вот прям, прям идеально. То есть сейчас флексы, гриды и вот возможность между ними давать отступы любые наконец-то раз и вот прям вот заработало. и вот это вот прям вот очень важный шаг вперед, который остальные браузеры пока не делают. Это очень печально и из-за того, что свойства Gap работает только в Firefox, его особо никак не заполифилить. Ну, там можно какие-то жуткие конструкции, наверное, городить, но мне кажется, ни один из пост-CSS плагинов с этим не справится. тут нужно какой-то JS подключать, а зачем? Ну, то есть, да, приходится использовать Gap'ы только в гридах, а во Flex'ах не получается. Ну, потерпим немножко, да, вот я вам показал парочку способов, как какими-то жуткими конструкциями, там, звездочками или плюсиками. Они не жуткие, это обычные селекторы, но они, скажем так, чуть менее красивые, чем свойства Gap как таковое. Как с помощью них можно делать вот что-то подобное? Нормально, ну, неплохо. Ну, в общем, что? Ждем свойства Gap, оно совершенно обалденное, гриды тоже классные, во Flex'ах по-прежнему есть удобные ситуации, например, когда нужно какие-то резиновые блоки в ряд поставить, ну, не нужно ось поворачивать, вернее, направление AutoFlow у Flex'ы сразу горизонтальные, поэтому шлеп Flex, там, какой-нибудь Flex Grow 1 и все, они начинают резиниться. Ну, то есть, довольно-таки удобно и сразу начинают в голове какие-то ситуации, когда одно удобнее, другое менее удобнее. То есть, об этом можно очень долго говорить и, может быть, мы к этому разговору вернемся, но сфокусируйтесь на главном. Gap'ы огонь, попробуйте их уже прямо сейчас использовать и кое-что еще. Вот то, что я вам показал про BAM, реально попробуйте применить, если вы что-то BAM-оподобное или какое-нибудь компонентное, неважно, на какой технологии пишете. если у блока есть очень важное свойство конструктора, что это просто прямоугольник понятных размеров, который с другим прямоугольником стыкуется идеально. Вот если что-то подобное в вашей компонентной так или иначе структуре есть, это идеальный конструктор. Если из него начинают торчать всякие отступы, ручки и всякое остальное, это уже не очень хорошо. И, наверное, самое-самое последнее. На самом деле, это видео родилось из случая одного. Я однажды пошел на Can I Use и в очередной раз посмотрел, поддерживает ли Safari свойство Gap. Потому что там было написано, что не поддерживает. Поддерживает свойство Grid Gap. И в очередной раз там года полтора уже, когда я что-то на грядах пишу, я пишу Grid Gap, Grid Gap, Grid Gap, Grid Gap, Grid Row Gap, Grid Column Gap. То есть только для гридов. А выяснилось, что кто-то, ну, кто-то из разработчиков Safari забыл обновить базу Can I Use и Safari, по-моему, уже года полтора или два поддерживает свойство Gap. Из чего еще одно моральное, верно, не всегда Can I Use прав. На Can I Use основывается автопрефиксер, и иногда автопрефиксер может быть не связан с реальностью из-за этого. Ну, то есть справедливости ради стоит сказать, что эту информацию на Can I Use она попала с MDN, базы данных, Mozilla Developer Network, вот того самого, то есть самое типа Википедии для веба. Поэтому, в общем, и сейчас все исправилось на самом деле, а Шим и Видос пошел, сделал пул-реквест, все классно. Но мы до сих пор наверняка не знаем, когда в Safari появился этот Gap вместо Grid Gap, точнее, Grid Gap продолжает работать и в Safari во всех остальных браузерах, поэтому, если вы рисковые, не любите рисковать, точнее, вам, наверное, стоит использовать свойство Grid Gap, но заработает ли свойство Grid Gap во флексах, кстати, надо попробовать. В общем, неважно, все врут, я вам не доктор хаос, но, да, жизнь такая, все врут, перепроверяйте, тестируйте в реальных браузерах, вот сейчас мы этот двухпиксельный маржин в Safari бы не поймали, если бы меня не было Safari, а потом уже как-нибудь приехало бы. В общем, это все на сегодня. Это видео первым увидят патроны, да-да-да, не патроны с гильзами из ружья, нет, это люди, которые подписались на Патреоне, на мой аккаунт и скидывают произвольное количество денег, сколько им кажется, насколько они благодарны. Так вот, первым я это видео Unlisted опубликую на Патреон, они увидят его первым, а потом оно уже дальше попадет в большой YouTube, скажем так. Если вам хочется увидеть что-то раньше или, допустим, вы хотите поучаствовать в каких-то других мероприятиях, которые там будут раскручиваться после, или, например, вы просто благодарны за то, что я делаю, становитесь патронами. Все, спасибо, что смотрели, увидимся скоро.